Добрый день, друзья! Мы попросим Анну Леонидовну вопросик зачитать. Зачитываем. Здравствуйте, Михаил. Посоветуйте. Мне 35, а жене 30. Хочу уехать в США и подать на политику, так как последние пять лет не могу спокойно смотреть на то, что происходит с Россией. Жена тоже хочет переехать в США, но больше из любопытства и желания перемен. И при этом категорически против получения гражданства путем политики. Ей не по себе от мысли, как объяснить родным и знакомым, как она осталась в США. Слово беженец в истории получения гражданства. Видимо, чего-то он не дописал. Ну ладно. Сжигание мостов с родиной. Да, с родиной. С маленькой буквы. С маленькой буквы, а не с родиной, с большой. Ситуация в России ей не кажется драматичной. Не окажется драматичной. Ну а чего я и муж рядом, может деток нет, да еще? Ну не важно, все, а чего не все хорошо. Все хорошо, да. Буду признателен за совет, как ее убедить или просто обсудите такую ситуацию. Может быть в рамках видео. Спасибо за ваше все, что вы делаете для людей. Отлично. Значит, знаешь, мне это что напомнилось? Все, что вы делаете для людей, мне напомнил анекдот, как Чукча приезжает со съезда КПСС. Приезжает на Чукотку, там все говорят, ну рассказывай, как там на съезде. Он говорит, это много людей умных выступало. Он говорит, все говорят, все во имя человека, все для блага человека. И человека этого я, однако, тоже видел. Вот, значит, делаем для людей хорошо. Значит, мы в охотку, правда, мы же не то, что из-под силы. Из-под палки, смотри, через силу. Значит, что я хочу сказать. Первое, что меня так, знаешь, не то, что удивило, я так встрепенулся. Вот то, что происходит последние пять лет, значит, его он перенести не может. А ему 35 лет. Значит, то, что происходило до того, как ему стало 30, как бы его типа устраивало. А вот между 30 и 35 его перестало устраивать. А я думаю, а что же его вот между 20 и 30 все устраивало? Ну, это мелочь. Ну, может быть, он дозрел, осознал там или что-то такое с ним случилось. Первое. Второе. Значит, мы видим полный набор проблем. Высоцанных из пальца, которые у людей в голове присутствуют из пальца. Значит, такая вещь, значит, как я объясню, значит, родным там и близким и так далее, как я осталась в Америке. Вот как ты им объяснишь, так они скажут, что правда. Скажут, пригласили на работу. Уговаривали, я отказывалась долго. Ну, такие деньги дали, что уже я не могла отказаться. 500 долларов в месяц. Да мне нравится. Я шусь, я шусь, я шусь. Значит, этой проблемы нет. Что кому сказать? Проблемы такой вообще нет в природе. Первое. Второе. Когда человек обращается за политическим убежищем, об этом не знает никто, кроме него и тех, кому он это скажет. Это правда. Это ж ваш выбор. Это ваш выбор. Значит, обращаются там куда-то в органы. В органах знают. В органах знают. А так, чтобы еще кто-то знал, нет. Значит, то есть никакого порывания с той родиной, что с большой буквы, или той родиной, что с малой. Вот. Хотя я считаю, что родина с большой надо писать. Правда? Все-таки да. Все-таки да. Значит, родина всегда с большой. Это как бы... Ну, неважно. В общем, нет такой проблем тоже. Значит, там есть некоторые минимальные ограничения. Ну, вот минимальное ограничение состоит в том, что когда человек в подаче, там, на политику, он в это время не может ездить никуда за пределы страны. Ну, точнее, там есть ситуации, в которых можно, но это как бы отдельный разговор, и считаем, что нельзя. Первое. Второе. Когда он уже получил свою эту политику, то какое-то время тоже вот, допустим, не Камильфо, если он, я не знаю, откуда они, да, там не сказали? В России. В России. Ну, допустим, он живет, я не знаю, там, в Красноярске. И вот, скажем, билет там Лос-Анджелес-Красноярск, например, ему не надо покупать или даже на Москву. А вот, допустим, что там ближайшее есть, там, я не знаю, Минск. Вот это до Минска можно, а дальше он там по российскому паспорту долетит куда угодно, там уже внутри России, например. Я знаю, что очень многие люди это делают. Я не хочу сказать, что перед Божьим судом, понимаете, это как-то вот намного лучше, чем там, допустим, если бы он напрямую летел. Но не перед Божьим, поскольку наказать его может только человеческий, вот, а перед Божьим он чист, он там едет маму навестить, или там бабушку, или друзей, там, что такое. Значит, вот все проблемы, которые его жену в этом плане беспокоят, это классический набор фантазий, из-за которых жить невозможно. Понимаешь? Просто невозможно жить. Не только ей, и не только этих фантазий. Но вот, понимаете, когда люди из реального мира уходят, начинают сочинять какой-то бред себе сами, и дальше этот бред становится им ближе и роднее, чем сама фантазия. В этом смысле, вот мы когда говорим о том, почему одни люди успешные, а другие не успешные, даже если мы не назовем их лузерами. Может быть, мы такие деликатные, что мы лузеру не скажем, что он лузер. Мы скажем, просто он другой, не такой, как другие, может быть, еще что-то. Тем более, им легко выживать, потому что их там 90%. Потому что оторваться от системы, высосанного из пальца, и перейти к реальной жизни, так сложно. Но это и есть разница между успешным человеком и неуспешным человеком. У... кто это был? Зиг Зиглор, я не помню. Эрл Лайнтингелл. Вот один из мотивейшнал спикеров. Эрл Лайнтингелл это был. Он рассматривает, давайте я камеру поверну, там солнце светит. Он рассматривает, почему вот люди успешные и неуспешные. И он говорит, вот что людей беспокоит. И там начинается процентовка. И выясняется, что там, допустим, 28% это то, что в прошлом изменить ничего нельзя. Там еще 35% это то, что нынешнее, но это за пределами нашего воздействия. Мы можем ругаться по поводу республиканцев или демократов. Ничего не изменится в нашей жизни от этого, понимаете? И там у него идет, идет, идет и доходит до того, что только 8%, 8% того, что нас беспокоит, это то, что мы можем взять, пойти изменить. Всего 8%. Так вот, успешные люди это те, кто берет вот эти 8% и что-то делает по их поводу. И тогда его жизнь кардинально меняется к лучшему. Это самые успешные люди на свете, вот эти. Окей, возвращаем камеру внутрь. Вот они и есть успешные, остальные не успешные. Они имеют дело с ветряными мельницами. Вот, и дальше вот так они и живут. Поэтому, что тут сказать-то? Значит, он должен со своей женой работать. Он должен, значит, находить источники. Он должен, не знаю, показывать ей блогеров. Ну, вот пусть ездят, пусть нас покажут. Он должен ей показать, что все это ее беспокойство абсолютно на пустом месте. Где она взяла это все, я не знаю. И она же не против, понимаешь? Она и есть настоящий первопроходец. Не потому, что ей тут плохо, а потому что, понимаешь? Вот, ех, и ей тут хорошо будет. Хорошо будет, она же не противится душой перед приездом. Нет, нет, она законопослушная, понимаешь? Она законопослушная, она хочет, чтобы все по-честному, туда-сюда. Будь законопослушной, делай по-честному, не заморачивай себе голову. И вот эти вот... Что сказать? Как объяснить? Сжигание мостов. Сжигание мостов происходит в голове у человека. Никаких мостов типа там паспорт отняли, или там сожгли, или саму там какую-нибудь в печку пихнули. Нет, нет, ничего такого нет. Слово беженец в истории получения гражданства. Нет там такого слова. Когда вы будете получать гражданство, значит, у вас будет пять лет обладания грин-картой. А как вы там беженец, или шмеженец, или там еще как-то, абсолютно никого не волнует. Смотрят на ваши пять лет с грин-карты и говорят, там, преступления не совершала, нет, там, чего-нибудь такого не совершала, нет. Получи свой паспорт и валя отсюда. Типа, welcome home. Welcome to the club, в данном случае. Клейма не ставят. Клейма не ставят. Вот. Значит, буду признателен за совет, как ее убедить. Да пусть она вас убедит. Вы скажете, вот ты говоришь, что это там, ты говоришь, ну, ну, а как ты это видишь? Пусть она вас убедит. Нет, ну, вы можете убедить, я не знаю. Договоритесь, ваша жена-то не моя, не там, ничего. Да. Спасибо за ваше все, что вы делаете для людей. Да, и людей этих мы знаем. Вот. Так что, значит, все-таки, я еще вот что скажу. Все-таки у вас жена, тоже ей не 18 и даже не 21. Все-таки этот взрослый человек, взрослый ей 30 лет, она уже должна иметь дело с реальным миром. Понимаете, ей деваться некуда. И я вас уверяю, что она готова к этому. Она... В 30 лет я не видел людей, чтобы они уже совсем были абсолютно, да, оторваны. В 30 уже... Вот у нас женщина, пожалуйста. Ну, мне уже не 30. Нет. Но она помнит, как ей было 30. Помню очень хорошо. Вы были в реальном мире? Да, как раз. Где-то в 28, наверное, уже. Столкнулась с реальным миром. Да. Короче, значит, вашей уже больше, поэтому фантазии все это. Абсолютнейшие фантазии, которые... Я даже понять не могу, откуда у нее это. Либо она сама себе надумала. Либо ей кто-нибудь сказал такой же осведомленный. Очень трудно сказать. Но это на каждом шагу. Если вот вы на улице остановитесь, в том городе, где вы живете, там 100 человек, вам 99 скажут, что получить где-то там статус беженца, это порвать там с вашей родиной. И вас уже больше не пустят, и ваших родных прикуют к позорному столбу. Или что-нибудь с ними сделают. Век воли не видать. Вот. Век воли не видать. Вот так вот. Я не умею там как-то по-настоящему надо делать. Я видел в кино. Да, вот тут. Ну да, вы из этого, как из Кургана там лучше люди знают. Нет, мы из кино. Из кино. Все. Прощаемся с нашим героем и с его женой. И я хочу выразить уверенность в том, что у них все будет очень-очень классно. Правда? Есть такое ощущение? Вот из письма. Есть. Вперед. 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 Вперед.